Здравствуйте! В прямом эфире Вести Карачаева Черкесия в студии Мураджан Кёзов. В Карачаево Черкесии будет построен республиканский центр «Самбо». Об этом сегодня в ходе встречи договорились глава Карачаева Черкесии Рашид Тимрезов и президент Всероссийской Федерации «Самбо» Сергей Елисеев. Спортивный объект будет возведен в северной части Черкеска. В центре «Самбо» смогут заниматься и повышать свое спортивное мастерство талантливые перспективные ребята со всей республики. Затем были вопросы по инфраструктуре, по запуску не только в школьных, в общеобразовательных проектах, но и по строительству отдельного дворца «Самбо». Может быть, это красиво назвать, но это будет хороший комплекс, центр «Самбо», где будет находиться центральная школа Карачаева Черкесии, где все дети из различных районов, если у них будет уже довольно-таки неплохой результат, они могут сюда уже прийти и повышать свое профессиональное мастерство, если они попадут в сборную команду Карачаева Черкесии. Увеличение минимальной заработной платы для работников бюджетной сферы, меры поддержки бизнеса в условиях санкции – эти и другие вопросы обсудили в правительстве Карачаева Черкесии на заседании Республиканской трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений. Подробности у Али Баташева. 15 279 рублей – теперь это минимальная заработная плата для работников бюджетной сферы Республики. Региональное соглашение об этом подписали премьер-министр Республики Мурат Аргунов, председатель профобеденения региона Раиса Айбазова и президент Союза промышленников, предпринимателей и работодателей Карачаева Черкесии Абубакир Тамбеев. Теперь перед работодателями стоит задача довести зарплату до установленного уровня, пересмотреть выплаты из среднедневного заработка и считать больничные с учетом этих изменений. Второй вопрос повестки дня – меры поддержки бизнеса в условиях санкций. Министр экономического развития Республики Алина Кохов сообщила о первом пакете мер региональной поддержки экономики. Введен мораторий на прекращение господдержки из-за неисполнения инвесторов и условий соглашения, которые предоставлены в рамках закона Республики о государственном стимулировании инвестиционной деятельности в Карачаево-Черкесии. Кроме того, мы проработали с Руково-Промышленной палатой Российской Федерации возможность предоставления свидетельствования обязательств непреодолимой силы по внешним и внутренним контрактам на бесплатной основе. Заместитель руководителя управления налоговой службы России по Карачаево-Черкесии Анна Дурнова сообщила, что в этом ведомстве возобновил работу региональный ситуационный центр. «Были приняты первоочередные меры поддержки. Одна из последних очень важных мер – это было продление срока уплаты по страховым взносам на год. То есть это существенная поддержка для субъектов бизнеса. При этом она не распространяется на бюджетный сектор. И круг лиц определен, исходя из акведа, действующего на 1 апреля 2022 года». Оперативным штабом разрабатывается второй пакет поддержки малого и среднего бизнеса, куда входит законопроект о патентной системе. «Законопроект о внесении изменений в закон Республики о патентной системе в части снижения на 50% стоимости патента для индивидуальных предпринимателей, включенный по состоянию на 1 марта 2022 года в единый реестр субъекта малого и среднего предпринимательства, который осуществляет такие виды деятельности, как перевозка грузов автомобильным транспортом, услуги, связанные с сбытом сельскохозяйственной продукции, услуги, связанные с обслуживанием сельскохозяйственного производства, производством молочной продукции, сбор, обработка, утилизация отходов, а также обработка вторичного сырья и разработка программного обеспечения. Также в ходе заседания прошла церемония награждения. Благодарственное письмо от Госдумы России получил ветеран промышленности Крачаева-Черкесии Джешарбек Капушев. Али Баташев, Ислам Урумов, Вести Крачаева-Черкесии. Сегодня вековой юбилей в кругу родных и близких отмечает Фёдор Владимирович Смородин. Поздравить ветерана приехало большое количество людей, в том числе и официальные лица. Самший юбиляр поделился секретом долголетия с нашей съёмочной группой. Альбина Курочинова-Кенжева расскажет подробнее. Фёдор Владимирович Смородин родился в Усть-Джугуте. После школы работал трактористом. 9 мая забрали в армию, а 22 июня началась война. Был курсантом лётного училища. Многое пришлось пережить, но героически выстоял и дошёл до Австрии. И там встретил победу. Награждён бесчетным количеством медалей и наград. Построил дом, в котором более 65 лет прожили рука об руку с супругой Надеждой. К сожалению, 5 лет назад она ушла из жизни. Вместе воспитали двоих детей, четверых внуков и 10 правнуков. Сейчас рядом скрашивает жизнь и не даёт скучать боевая подруга, которой скоро 92 года. Уважаемый Фёдор Владимирович, сетечно поздравляю вас с юбилеем. Вы с честью прошли через горнило испытаний военного времени. Поднимали страну из руин. Созидали мощь и достоинство великой державы. Мы искренне благодарны вам за радный подвиг и трудовые свершения. За глубокое чувство сопричастности к судьбе Отечества. Желаю вам здоровья и всего самого доброго. Президент Российской Федерации Владимир Владимирович Путин. Поздравительный адрес главы республики зачитал Александр Иванов. Примите самые тёплые и сердечные поздравления с юбилеем, 100-летним со дня вашего рождения. Вы являетесь примером отваги, патриотизма, беззаветного служения родному Отечеству. Правнуки говорят, от прадеда переняли твёрдость характера и любовь к родине. Очень хотят быть на него похожими. Я запомнил, как мы с ним постоянно ходили на парады на 9 мая. Мы с ним всегда ходили с бессмертным полком на возложение цветов. Я вот всегда с ним вдвоём ходил на праздники все семейные, всегда вместе были. Дедушка очень заботливый. Дочь Татьяна чтит традиции семьи, которые с детства прививали им родители. Много людей собирается, всегда очень добрые слова говорят и пожелания. И вообще наш весь род только говорит, что дедушка нас держит, весь наш клан. 100 лет – это дата большая, но людям нужно здоровье. Спасибо врачам всем, спасибо соцработникам. Все-все-все нам помогают. Администрации вообще все нам очень помогают. Что же касается самого юбиляра, то на вопрос о секрете долголетия ответил чётко – трудиться и не лениться. Вот что пожелал Фёдор Владимирович Республике в 100 лет. Люблю я Карача и Черкесию. Пусть она процветает и живёт хорошо. Я желаю, чтобы они все были здоровы, крепкие и вот дожили до таких лет, 100 лет. Альбина Курочинова, Кенжио, Расул Бердиев. Вести. Карачаево, Черкесия. Усть-Чегута. Сейчас время прогноза погоды. После продолжим выпуск. Карачаево, Черкесия. В половине дня кратковременные дождь и гроза. Ветя восточные 6-11, температура ночью 10-12, а днём 23-25 градусов тепла. Зовут меня Злоднев Владимир Николаевич. Я занимаюсь исследованием и лечением боли, острой и хронической, связанной с заболеваниями опорно-двигательного аппарата. Не терпите боль. Мы знаем, как вам помочь. Клиника управления болью на базе клиники Сити. Мы можем вам помочь. Умею. И хочу учиться. Поэтому с 10 класса. Я в университете. Работаю с настоящими учёными. Заканчиваю школу нового типа в ИСКФУ и собираюсь стать студентом. Стать студентом. И хочу стать студентом. Приём в школу нового типа в самом разгаре. Как найти счастье в выбранной профессии? Получить реальное образование и стать крутым специалистом? Ставропольский кооперативный техникум. Знания с нами. Будущее за тобой. Росгвардейцы Карачаева-Черкесии провели мероприятие в рамках акции «Добро в детские сердца». В этот раз они посетили многодетную семью Лепшоковых, проживающую в посёлке Малокурган и Карачаевского района. О встрече наполненной теплотой в репортаже Фатимы Дауровой. Маленький домик с покосившимся от времени и погодных условий крыльцом. Фундамент, когда-то крепко удерживавший на себе всю конструкцию, тоже осел и осыпался. Дал трещины. Только раритетные оконные ставни, прикрывающие прибитый к раме полиэтилен, своим ярким цветом разбавляют общую картину. Здесь живёт многодетная семья Лепшоковых. Именно к ним сегодня с подарками и угощениями пришли сотрудники Росгвардии Республики. Малыши проявляли любопытство к гостям в форме и чуть настороженно стояли в стороне, наблюдая, пока ящики с продуктами складывались у порога дома. Но стоило только начать разговор, как сразу же исчезло напряжение, и детки потянулись к подаркам. «Счастливое детство должно быть у каждого ребёнка. Цель нашей акции – принести радость детям и поделиться частичкой добра», отметила младший сержант Александра Коваленко. Управлением Росгвардии по Крачево-Черкесской Республике была инициирована акция «Добро в детские сердца». В рамках этой акции наши сотрудники посетили детские дома, детские сады, а сегодня вот мы приехали в многодетную семью. И надеемся, что эта акция станет традиционной». Росгвардейцы тепло пообщались с детьми и их родителями. Ребята рассказали, как проводят летние каникулы, как они помогают маме по хозяйству и присматривают за младшей сестрой. Разговор между офицером и подростком, который интересовался особенностями профессии гостя, получился душевным. «Смешанные чувства. Я вижу, что они рады, что им понравилось. Раз им нравится, значит и нам приятно. Рады помогать, как можем. Запомнишь нас?» Невооруженным глазом видно, что условия проживания семьи оставляют желать лучшего. У хозяйки дома павлины Каитовой порог сердца. Медицинский диагноз во многом мешает ей. Но в меру своих возможностей она старается содержать семью. Весной они сами посадили огород, а сейчас уже картошка взошла ровными рядами и радует глаз. Детки помогают маме во всех бытовых делах. «Постоянно я им покупаю, что им надо, я беру. Я их никак вам объясню. То деньгами даю, то это, то это. Балую». Неожиданный приезд росгвардейцев с гостинцами разбавил размеренный день семи лепшоковых капелькой добра. Провожая гостей, хозяева поблагодарили их за проявленное к ним внимание, за улыбку детей. Еще и задержались у Калитки, не желая прощаться и оттягивая момент отъезда. С шоколадками под мышкой соседский малыш побежал навстречу теплому летнему дню. Фатима Даурова, Олег Молхожа, Вести, Карачаево-Черкесия. Один из медицинских центров Черкеска посетили московские офтальмологи, чтобы провести несколько консультаций с жителями Северокавказского региона, в том числе и Карачаево-Черкесии. В нашу республику специалисты приехали по приглашению общественного деятеля, известного спортсмена, автора ряда российских и мировых рекордов в силовом экстриме Марата Узденова. Подробности визита медицинских работников в репортаже Артура Мхце. Житель Хасавюрта Хасан Сайханов приехал в Черкесск вместе со своей 10-летней дочкой, когда узнал, что один из местных медицинских центров посетят московские офтальмологи. Во многом благодаря их стараниям и предыдущим консультациям у мужчины однажды появилась надежда, что его ребёнок сможет видеть мир таким, какой он есть на самом деле. У ребёнка диагноз дистагм. Сейчас стоит вопрос, альбинист под вопросом. Заодно хотели проконсультироваться в дальнейшем, если нужно будет, сдать генетический анализ. Проблемы ещё в раннем возрасте, просто у нас врачи не выявили. Ранее, став лауреатами конкурса президентских грантов, специалисты получили возможность посетить несколько регионов России, чтобы помочь людям с врождёнными проблемами со здоровьем. Их проект «Помоги увидеть мир таким, каким его видишь ты» – это в первую очередь соломинка для населения. Ведь теперь за консультацией не приходится ехать за 3-9 земель. Специалисты сами прибудут в одно из медучреждений и при необходимости подкорректируют назначение местных офтальмологов. Особенность наших маленьких пациентов и уже выросших пациентов в том, что заболевание, однажды появившись у них, сопровождает их всю жизнь. И, конечно, недостаточно правильно диагностировать и понять, что с ребёнком. Важно вести правильно этого человечка и сопровождать, и давать помощь ему всю жизнь. Потому что заболевания, которыми мы занимаемся, это, как правило, прогрессирующие и заболевания, требующие постоянного контроля. Зачастую здоровье человека зависит от своевременности консультации врача и предпринимаемых затем мер. С помощью специальных приборов столичные офтальмологи имеют возможность проследить динамику лечения на любой стадии. Для реабилитации детей с редкими врождёнными заболеваниями эксперты уже посетили Омск, Казань, Тюмень, теперь вот Черкесск. Приходившие в эти дни в медицинский центр региональной столицы люди получили ответы на все беспокоившие их вопросы. Артур Махцей, Ислам Урумов, Вести, Карачаев, Черкесия. Это все вести на сегодня. Прямо сейчас смотрите «Вечер с Владимиром Соловьёвым». Всего вам доброго и до встречи. Редактор субтитров А.Семкин